Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, надо ли бояться сглаза? Вот, недавно видел такую удивительную публикацию, едет негр в электричке, на груди у него майка, и на ней написано «Мы русские, с нами Бог!» Вот, когда с нами Бог, кто против нас? Да, конечно, смешная публикация, но, тем не менее, в этом мире понятие бояться, вообще, настоящую любовь изгоняет страх. Если в человеке нет любви, то понятие страха в него вселяется под любым предлогом. Человек боится старости, в 80 лет, которая уже наступила, боится болезни, боится ИНННов, боится коронавируса, боится, боится, всего боится. Знаете, умирать одинаково неприятно от всего. Хоть от поноса, хоть от золотухи, хоть от коронавируса. Но вопрос для генерала Карбышева не стоял в страхе смерти, хотя его смерть, простите меня, она была очень тяжелой. Но страх — это то, что отвлекает человека от Бога. А человек, живущий в любви и в Боге, он не испытывает страха, и поэтому он не боится в этом мире ничего. Бояться, да, нужно двух вещей — Бога и греха. Причем Бога не как карающего меча, а Бога в смысле оскорбить его. Бояться совершить такой поступок, который оскорбит память о твоем отце или имя твоего отца. Представляете, раньше для нас очень серьезным был наказанием или предостережением такая фраза. Отец узнает, как ты будешь себя чувствовать. Или так, это сын вот этого человека. Представляете, страшно было оскорбить и быть неприглядным в глазах какого-то человека в связи с тем, что он знает твоего отца. Не потому что он на тебя пожалуется, а потому что отца жалко расстраивать. Так вот, бояться Бога — это бояться оскорбить или испортить отношения с этим существом. Бояться греха — это сделать то же самое. Потому что грех — это то, что разрушает мои отношения с Богом. Вот этого надо бояться. А бояться с глаза, я думаю, нет никакого смысла, потому что, как говорится, Бог не даст, свинья не съест. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok